У нас у самих еще период адаптации, мы все-таки это сколько преодолели, это около 10 тысяч километров до Сеула, отсюда и 7 часовых поясов, 7 часов разницы. Когда я приехал в Сеул и проповедовал первый день, я служил в церкви Древа Жизни, в воскресенье, в 1 часов утра. И чувствую, что под конец проповеди я куда-то начинаю уплывать и стою, смотрю в одну точку и мысль потерял до конца проповеди, смотрю, до конца проповеди остается немного совсем. Я говорю, дайте мне минуту, глаза закрыл, вздремнул немножко, потом вспомнил, о чем я должен, за одну минуту закончил проповедь, потом подхожу к Наташе, говорю, Наташа, что-то у меня под конец реально повело куда-то. Она говорит, ты знаешь, сколько у нас в Болгарии сейчас? Я говорю, сколько? 5 часов утра. Я говорю, первый раз я проповедую в 5 часов утра, тем более мне выдали такие тапочки, такие домашние мягкие, там, ну, так принято, такая домашняя церковь, все в тапочках, и я стою в тапочках в 5 часов утра, и у меня такое чувство, что только что с душа вышел, и надо проповедовать. И вот это, знаете, вот в голове такой раскардаш, все смешалось, но было очень хорошее служение. Я сегодня хотел бы коротко поделиться словом. Первое место, которое я хочу открыть, это Евангелие от Иоанна. Пятая глава, только один тридцатый стих. Слова Иисуса Христа. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воле пославшего меня. Аминь. Знаете, во многих местах, в основном это Евангелие от Иоанна, говорит о том, что Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он ничего не творил от Себя, Он ничего не говорил от Себя, Он ничего не делал. Прежде чем что-то сказать, Он держал совет с Богом Отцом, Отец Ему вкладывал в сердце, и потом уже Иисус Христос говорил или что-то делал, или Бог показывал Ему сперва, что сделать. Потом уже, когда Бог показывал, потом Иисус Христос это же делал на земле. И что мне в этой поездке понравилось, о том, что развивались какие-то взаимоотношения с Иисусом. И тема моей проповеди сегодня, короткой проповеди, это так и называется, развивая отношения с Иисусом Христом. Очень важно не зацикливаться, конечно, на своем статусе каком-то о том, что, ну, например, я могу себе сказать, что я уже 26 лет, я уже активный проповедник, в этом году будет уже 25 лет, как являюсь пастором церкви. И можно так сказать о том, что у меня такой стаж уже, четверть века я проповедую, служу моему Господу, открыл уже, это уже четвертая церковь, открытая, основанная, и как бы имею какие-то личные откровения, какие-то доклады, куда-то приглашают. Ну, вот на этой конференции был основным докладчиком, основным спикером. Но я хочу сказать о том, что это ничего не значит вообще. Очень важно не возомнить где-то о себе о том, что я имею какой-то опыт. Ну, никакого опыта, ничего не помогает. Очень важно всегда находиться в каком-то таком сокрушенном, смиренном состоянии перед Иисусом Христом. И каждый раз вот признаете о том, что, признавать, как сегодня наше служение началось, что без Иисуса Христа я ничего не могу, без Него ничего не могу. Не думать не могу, не говорить не могу, не делать не могу. И вы знаете, что самое драгоценное? То есть вот церковь Иисуса Христа по Библии названа это невеста Христова. Ну, скажи аминь, потому что это Евангелие, ты можешь проверить, перечитать сто раз, и сто раз убедишься в том, что церковь Иисуса Христа – это тело Христово, это кость от костей Его, это плоть от плоти Его, это возлюбление Его, за которое Он умер, за которое Он пострадал, которое Он омыл, очистил для себя, омыл от всякого пятная порока, посредством Слова, осветил своей драгоценной кровью, поставил перед собой, ну и так далее, множество мест. Я хочу сказать, что драгоценно для невесты Христовой, да, для каждого христианина, живого христианина. Это не просто хождение в церковь, это не просто какой-то обряд исполнить, или там свечку где-то поставить, или просто условно помолиться, выучив какую-то молитву, там, Отче наш, например, это также ничего не работает. Очень важно развить очень тесное взаимоотношение с Иисусом Христом, потому что Иисус Христос, Он послал на эту землю Духа Утешителя, Духа Святого, который также назван советником, то есть это тот Дух, который нам непрестанно призван, ну, Он призван так, Он так поставлен рядом с каждым из нас для того, чтобы быть нашим советником, и Он нам советует. И поэтому Иисус Христос говорит, если повлекут вас на суды, и вы не готовьтесь, что говорить, вам потом же сам Дух Святой будет влагать слова в уста ваши, и вы будете говорить, ну, просто не от себя. И вот именно вот это место, которое я сейчас прочитал, оно говорит о том, что когда, конечно, ты только учишься ходить в Господе, когда ты только начал ходить в церковь, которая учит тебя Слово Божие, ты начал читать Слово Божие, читать Библию, что-то, как проникаться. И, знаете, вот просто я уже говорил эту мысль о том, что апостол Павел, он поначалу, он сам подражает, да, он слышит об Иисусе Христе, он лично Иисус Христа не знал, будучи фарисеем, будучи гонителем церкви, страшным ревнителем такому, значит, до фанатизма, он готов был убивать христиан, сажал их реально в темнице и принуждал их хулить Духа Святого, что для христиана является самым таким страшным грехом. И потом он встречается по дороге в Дамаск лично, то есть он лично встречается с Иисусом Христом, и Иисус Христос ему задает некоторые вопросы, почему ты гонишь меня, да, начинается разговор, какой-то диалог, и потом начинается личное познание. Бывший Саввел, бывший фарисей из фарисеев познает Господа Иисуса Христа лично и начинает получать от него чрезвычайные откровения, то есть у него личные откровения какие-то. Он спрашивает у Иисуса Христа, Иисус Христос ему дает ответы. Мы в основном научаемся, новозаветные христиане, мы научаемся через послание апостола Павла, то есть в основном те послания Коринфянам, Римлянам, Эфесианам и так далее и тому подобное, они были написаны этим благословенным апостолом, который дает очень такое пространное учение, оно довольно четкое и довольно ясное, и через него мы просто получаем благодать на благодать. И я сегодня говорю о том, что самое драгоценное между женихом и невестой, между Иисусом Христом и Его Церковью, это развитие близких взаимоотношений. Ну что может быть дороже, да? Ну что, мы что, приходим ради какой-то корысти к Иисусу, чтобы что-то получить? Мы приходим в Церковь и познаем Бога, познаем, что Иисус Христос был послан, что Он есть Слово Божье, мы узнаем о том, что Он является нашим возлюбленным, да? И вот в этих самых близких взаимоотношениях, ну я так сказать, между, например, на простом примере, между девушкой и парнем, да, когда они влюбляются в друг друга, они друг друга просто вот как бы жить не могут, они не могут друг другом налюбоваться, они не могут друг другом вот как-то насытиться, они постоянно наблюдают друг за другом, за своими какими-то вот поступками, какими-то шагами, то есть они впитывают всю информацию, все слова, поведение, характер, какой у него, что он скажет, что он сделает. Точно так же ведет себя невеста Христова. Когда мы двигаемся в Боге, да, мы научаемся. Поначалу мы только подражаем, как апостол Павел подражал, научая других. Потом он говорит, что подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. Ну это как бы вот такой второй шаг. Он показывает пример, как он подражает. Но это было всего лишь подражание. И в конечном итоге он говорит, что уже не я живу, а живет во мне Иисус Христос. А что ныне живу верой, то живу, ну, что ныне живу во плоти, то живу верой. И смотрите, какая трансформация произошла. У меня одна проповедь, она так и называется, трансформация от изверга до истинного поклонника. Потому что апостол Павел говорит, что Дух Святой ко мне пришел, или Господь сам ко мне явился, как к некому извергу. То есть он был извергом, он был гонителем, он был убийцей. И в конечном итоге он стал истинным поклонником. И вы знаете, вот здесь какая большая разница между тем, кто подражает, или как Иисус Христос, или тем, который являет Иисус Христа. Я смотрел один из переводов, ну, например, сегодня очень такое сильное движение Антихриста, о том, что Антихрист он везде, то есть очень много таких движений, сатанисты уже, ну, просто уже не скрывают свою веру, они уже везде там, уже в Америке уже начали возводить памятники сатане. Но один из переводов слова Антихрист, он говорит, что не только против Христа, а тот, кто вместо Христа. И вот это, знаете, вот эта грань, она очень опасная. Когда ты как служителя возрастаешь, 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 и ты подражаешь. Первое время ты смотришь, изучаешь, как вел Иисус Христос, как Он говорил, как Он делал, и ты стараешься поступать так же, как Иисус Христос. Говорить так же, как Иисус Христос. Делать так же, как Иисус Христос. Но хочу сказать, делать как Иисус Христос, это не сам Иисус Христос. Видите, какая разница? Ну, например, Например, дьявол тоже подражает, он приходит к нам в виде ангела, написано, да, и о том, что приходит как рыкающий лев, он тоже как, он пытается кого-то напугать, но вот здесь вот опасная грань заключается в том, что подражая какому-то учителю, я хочу сказать, ну, честно говоря, я сегодня смотрю проповедников, многие проповедники, они реально подражают, они даже это не скрывают. Ну, я говорю о том, что, ну, вот, я смотрю на этот проповедник, ну, он проповедует точно так же один в один, как, ну, известный проповедник. Смотрю на другого пастора, он проповедует точно так же, как, называю другого, известный проповедник. Идет какое-то сплошное подражание, они, конечно, стараются подражать, они как бы учатся. Я хочу сказать, на каком-то этапе это нормально, потому что Иисус Христос учит, если вы не превзойдете праведность и фарисийская, не можете войти в Царствие Божие. Но на каком-то этапе должна наступить грань, когда тебе не надо подражать, когда тебе надо настолько довериться, если ты проникся лично из Иисуса Христа, тебе надо просто Его являть. Его, не себя, как Иисус Христа. Потому что вот здесь как раз-таки, если ты будешь в церкви являться и говорить о том, что я как Иисус Христос, на каком-то этапе, ну, я хочу сказать, к сожалению, много пастырей и церквей так пало буквально, потому что люди приходят к Нему, Он же как Иисус Христос у нас. Он как Иисус Христос. Он такой же, как Иисус Христос, но это заместительство, понимаете, о том, что Он не Иисус Христос, Он как. Он дает нам какую-то замену, какой-то вот, ну, просто вот такой заменитель о том, что это как Иисус Христос, но нам нужны служителя, я хочу сказать, сегодня очень важную основную мысль, которые будут являть самого Иисуса Христа. Слышите меня? Никак. Не замену Иисуса Христа. И мы будем четко его отличать. Я хочу сказать о том, что познать Иисуса Христа сегодня очень просто, потому что Иисус Христос со своей стороны сделал абсолютно все, чтобы открыть себе доступ, доступ во святая святых Богу. Он пролил свою драгоценную кровь. Мы узнаем о нем через Писание, через Духа Святого. И я хочу сказать о том, что сегодня каждый из вас может получать ответ, просто вот так обратившись в небо и сказать, Иисус, пожалуйста, помоги мне. У меня вот такая-то проблема. Помоги мне. Я хочу видеть твою руку. Помоги мне. Я хочу, чтобы ты шел передо мной. Вот в этой поездке мы видели конкретно руку Божью, потому что от самого начала, во время всей поездки, Иисус Христос самое главное для меня, Он был с нами. Он был нам другом, Он был нашим обеспечителем. Я хочу сказать, для нас было, я для себя принял решение о том, что я не еду в Корею для того, чтобы мне служили. Я еду туда, чтобы послужить, потому что у нас там практически семинар, у нас там проповеди, у нас там служение. И когда одна сестра предложила, могли бы вы к нам приехать послужить моему мужу, который, к сожалению, еще не верующий, и он зависимый. Я даже не задумываюсь, говорю, мы поедем туда, потому что мы едем в Корею, чтобы служить. Мы поселяемся в этой семье, и нас встречает потом глава семейства, хозяин этого дома, он возвращается с работы. Он говорит, ну вы не возражаетесь, что если я немножко после работы, ну там водочки выпью, да, о том, что стресс же надо как-то снимать. Ну он достает, у него там бутылка, жена говорит, он первое время литр покупал, потом два литра, сейчас он пять литр уже покупает. Ну пятилитровая бутылка, представляете, ну наливает себе там сто грамм, короче, выпивает. Ну вы хозяин, мы не можем вам там запретить или что мы у вас в гостях. Но через какое-то время он вторую опрокинул, короче, ну и потом видно, что его развезло. Я понял, это из тех людей, ну каким и я сам был до уверования, человек, который любит только себя самого, и он никого не слушает. То есть он начинает говорить, 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 потом его там развезло, вот какие-то байки пошли, какой-то вот такой юмор, короче, там. И он давай нас учить, как надо жить, короче, там, ну просто мы сидим и смиренно слушаем. Но хочу сказать о том, что на второй день, это была суббота, он раньше день закончил работу, пришел пораньше. И говорит, ну уж вы же не возражаете, да, если я себе стопарик налью, и опять ту же бутылку достаю, это опять наливает, опять выпивает. Ну мы не возражаем, а что-то, ну вам остается только вот, ну молиться. Но в этот раз, я говорю, а ты с какого года? Он говорит, 66-го. Он говорит, я тоже 66-го. А ты с какого месяца? Он говорит, я в августе родился. Я говорю, а я в марте, мартовский. И вот он говорит, вот, так ты старше меня. А вы знаете, у корейцев как? Если в Корее, если человек старше хотя бы на полгода, на несколько месяцев, уже уважение, то есть он уже не имеет права даже говорить, он имеет право только служить и просто вот с уважением, короче. И он так, а он выглядит намного старше меня, он весь уже седой, уже, ну такой изможденный, усталый после работы. Вот он, ну он наверняка думал, что он старше меня, тут выясняется, что он младше. И он замолкает, и я начинаю говорить. И я говорю, ты знаешь, я хочу тебе рассказать свидетельство, что я был точно таким же, как ты, да, ну вот, просто никого не слушал, для меня был только один авторитет, было только одно мнение мое, а все остальные были неправильны. Я могу кого угодно, что угодно доказать, если не прав, ну вот, не соглашается наказать, потом и так далее, потому что я был мастер спорта, про копашную бою, смешанные стили, да, ну, я был, ну, реально такой сильный был человек. И, ну, просто никого не слушал, и просто вот, ну, в таком приказном, таком манере такой, ну, просто мог кого-то задавить конкретно. И начинаю рассказывать ему историю, и просто, и он понимал, я понимаю, что это его касается, ну, в том плане, что он так сидит, вот, ну, просто слушает. И я рассказал ему историю, как я пришел и познал Иисуса Христа, и говорю о том, что, ну, если сегодня не готов произнести вот эту молитву, которая когда-то изменила всю мою жизнь, просто за один момент я стал абсолютно другим человеком, я бросил наркотики, я бросил алкоголь, я бросил материться, все зависимости просто вот так, просто рухнули просто передо мной, кто может это сделать, только Бог может это сделать. Говорю, ну, и ты можешь сегодня изменить свою жизнь, просто если ты позволишь Богу, ну, просто войти в свое сердце. И готов ли, я вот сегодня, говорит, не готов вот так произнести, я говорю, да, все нормально, чтобы ты потом не сказал, что тебя кто-то заставил. Это даже будет очень хорошо, если ты произнесешь эту молитву в тайной комнате, когда вот только Бог и только ты, вот, один на один, лично, вот так, в сокровинной какой-то молитве. Он говорит, хорошо. И вы знаете, вот, я сегодня смотрю утром, Тимофей, ну, его Тимофей зовут, предлагает мне дружбу там по Фейсбуку, потому что, вы знаете, что произошло, он задавал мне очень много вопросов, я понимал, что я сам на них ответить не могу, я говорю, Господь, пожалуйста, через Духа Святого, давай вот эту мудрость, сходя через Высшую, давай мне мудрость отвечать Ему. И приходили такие ответы, на которые потом Тимофей сказал, я, говорит, вот вас слушаю, вы вот так все, так складно все говорите. Я, говорит, обошел очень много церквей, слушал очень много пастырей, вот, ну, там просто, ну, это все лицемеры, это все игра, ну, я никому не верю. Ну, просто вот так придешь, смотришь, вот так, ну, а тут я вот слушаю, и вот просто вот какие-то ответы вот такие. И он мне продолжает по мессенджеру уже задавать вопросы, а как вот здесь, а как вот здесь, а как вот, а если я вот туда пойду, если вот так. То есть человек уже думает, куда пойти, в какую церковь, слава Иисусу Христу, да. Я понимаю, что это не я, я понимаю, что просто вот это, знаете, вот просто водительство, да, о том, что, Господь, я без Тебя не смогу ответить этому человеку на сотни вопросов. Я не смогу очень часто помолиться, чтобы исцеление произошло, только Ты исцеляешь, аминь. Но Иисус исцеляет и сегодня. Я не могу этого человека исцелить, освободить, потому что только Ты освобождаешь. Я не могу этого человека благословить, потому что только Ты благословляешь. Аминь или не аминь. Ну, вот это доверие, знаете, вот на самом деле, когда невеста Христова, она двигается вот сегодня по земле, дышит, да, делает какие-то свои дела. Для невесты Христовой очень важно укреплять взаимоотношения. Чем ближе, тем лучше. Когда вот невеста, она говорит о том, что я-то сама ничего не могу, а вот мой жених, аминь, да, он все может, абсолютно все может. Я еще хочу одно место прочитать в конце проповеди. Мне предоставили слово о Моисеевом законе на конференции. Взаимоотношения с людьми, она так называлась. Я так думаю, вот о чем бы мне не хотелось вообще проповедовать, так это о Моисеевом законе. Потому что, ну что там Моисеев в законе? Ну вот как-то для меня это все уже настолько уже вот как-то вот ненужное, что ли, вот Моисеев в закон. Ну, конечно, там мусульмане живут сейчас по Моисееву законе, по шариату продолжают жить. Израиль продолжает жить по Моисееву законе. Ну, ну, просто то, что предлагает закон Моисеев или то, что предлагает, предложил уже Иисус Христос, ну, это такая разница, это земля и небо просто. Потому что Слово Божие в Евангелии от Иоанна говорит, в том же Евангелии написано о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина, слышите меня, произошли через Иисуса Христа. И это же место, оно говорит о том, что закон Моисеев это не благодать. Только Иисус Христос принес благодать. Закон Моисеев это не истина. Слышите меня? Только Иисус Христос принес истину. Так зачем мы будем жить сегодня, да, или пытаться даже? Никто не смог его исполнить. И вот мне предложили об этом проповедовать. Думаю, Господи, о чем я буду проповедовать? А остается всего день, я не готовился, конечно, я не знал тему проповедовать, что мне предложат. И я опять говорю, обращаюсь к Господу. Я не знаю, что я буду проповедовать, Господи, но ты знаешь. И Бог дал такое вот слово, ну, знаете, я сам был очень удивлен. Вот и просто потом подходили люди, говорили, спасибо, пастор, за вот это слово. Просто я получил, я получил, я получил, там, жали руку. Просто, ну, я понимал, что это не я. Опять же, не я. Просто я позволил Духа Святому говорить, не готовить. Ну, практически я к этой проповеди вообще был не готов. Я просто вышел, открыл уста и позволил Духа Святому. И второе место, которое я хотел сегодня поделиться, я уже заканчиваю. Это написано в том же самом Евангелии от Иоанна. Восьмой главе, с двадцать восьмого стиха. Написано так. Я ничего не делаю. Это сам Господь говорит. Слышите меня? Он показывает нам очень достойный пример. Сегодня, вот, скажи вот так. Господь, я тоже не хочу ничего от себя больше делать. Ничего больше не хочу от себя говорить. Просто вот когда мне нужно кому-то ответить, пожалуйста, проговори через меня. Ты, ты мудрее, ты сильнее, ты и сам Господь, господствующий, ты есть Бог богов. Ты все сотворил прекрасно у себя, премудрость, сходящая свыше. Если надо что-то сделать или помолиться, вот нам надо очень четко верить, Иисус Христос всегда рядом. Аминь? Он всегда с нами. Слово Божие говорит, Он нас никогда не оставляет. Слышите? Непрестанно печется о детях своих. То есть Он всегда рядом. Он всегда рядом и Он готов. Он готов служить. Иисус Христос в свою очередь говорит, я не пришел на эту землю, чтобы мне послужили. Я пришел на землю, чтобы послужить. Аминь или не аминь? Он пришел, чтобы послужить. Он стоит рядом с вами. У кого-то проблемы, у кого-то зависимости, у кого-то финансовые проблемы. И Иисус Христос тут стоит. И Он говорит, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я уже посреди вас. И все, что не попросите у Отца Небесного во имя Мое, все даст вам. Слышите меня? Если будете молиться по воле Моей. Так что? Мы видим проблему, мы видим человека в проблеме. И Он говорит о том, что у меня горе, у меня проблемы, я не могу выбраться. И ты пытаешься что-то Ему посоветовать. Мы ничего не можем. Предложите Ему просто помолиться. Давай, брат, помолимся. Давай, сестра, помолимся. Иисус сейчас здесь. Он готов, Он желает решить твое проблему. Прямо сейчас. Аминь или не аминь? Давайте вот мы за это помолимся. И мы просто будем видеть ответ нашей жизни. Если у тебя есть какая-то сегодня финансовая проблема, если у тебя есть какой-то недуг, болезнь, проблема физическая, если у тебя, может быть, какие-то мысли в последнее время посещают, которые противятся Иисусу Христу, давайте мы просто это все свяжем и попросим Иисуса Христа просто забрать это все. Это Его заповедь. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Спасибо тебе, дорогой Господь. Мы знаем, мы верим, что ты прямо сейчас здесь. Озвучьте свою проблему, скажите, Иисус, пожалуйста, у меня сейчас такая-такая проблема. Господь, мы отдаем тебе все наши бремена, всю нашу боль, какие-то мысли депрессивные или даже суицидальные иногда посещают. Пожалуйста, забери все это. Твое слово говорит, что ты пленил плен. Мы пленяем всякое помышление, которое противится Иисусу Христу, как написано в послании к филиппийцам или к коринфянам. Также написано, что мы пленяем всякое помышление в послушании нашему Господу Иисусу Христу, чтобы нам иметь разум Христов, чтобы нам иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе, чтобы нам познавать, что есть воля, блага и угодная, как написано. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты забрал. Дай мне видеть твою руку, дай мне видеть решение моих проблем, дай мне четко знать о том, что это ты решил мою проблему, это ты меня вывел, это ты меня исцелил, это ты меня освободил, это ты меня благословил. И ранами твоими мы исцелились, как написано, в прошедшее время. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что сегодня на этом месте, за то, что я в Церкви Твоей, за то, что я в Церковь Твоя, за то, что я кость от кости Твоей, за то, что я плоть от плоти Твоей. И у верующих, как написано, будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных и будут исцелены. Это у верующих. Слава тебе, Господь, очень. Спасибо тебе, дорогой Господь, за это служение, за Слово Твое. Спасибо Тебе за то, что я могу видеть Тебя в Твоей жизни, в моей жизни, в жизни брата, в сестры, видеть Тебя лично, познавать Тебя, ходить для Тебя в Тебе, Господь, и позволять Тебе периодически, систематически говорить через меня, делать через меня свои дела, прикасаться, исцелять, освобождать и проповедовать лето Господне благоприятное. Тебе за все слава, честь и хвала во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Сегодня у нас еще одно хорошее такое событие.